дуалист дантисты существа стрёмные нет дантисты это хорошая штука без дантистов мы бы все ходили без зубов вот этот чувак в стон шарде как думаете сколько у него зубов 32 очень сильно сомневаюсь я думаю что у него намного меньше зубов чем 32 через за чего из-за того что в этой грёбаной деревне ни одного дантиста откуда им дантистам взяться ночным твари понятно ведь стоит только пойти и попытаться заказать себе инструменты донтические как тебя тут же съедают волки деньги при нем 95 у него нет денег может если по него были зубы у него по и деньги были а так зубов нет приходится чего приходится заниматься вот это шкурой от волков отрывать в хрен знает где вместо того чтобы пойти и спокойно открыть свой собственный бизнес улыбаться с клиентом встречать их добрый день добро пожаловать купите у меня мою зубную пасту нет ничего подобного не получается подкова на шару не получается из-за чего из того что в городе нет дантистов и считал у себя во рту 24 зуба нам всю жизнь нагло врут и не считал мне кажется что их должно быть 32 слушаю может у тебя просто не хватает ты уверен что они все на вместе я веду всякое бывает жизни да у меня например двух зубов не хватает мне их выбили в свое время поэтому я то знаю почему у меня зубов не хватает я сто процентов уверен я точно знаю где они остались и зубы мудрости да не у всех вырастают только у мудрых у меня например не выиграть у меня начал расти он вот так вот вырос пару лет назад и остался вот такой мать маленький так что это говорит все о моей мудрости еще один колчан стрел я не думаю что нам нужно еще один колчан стрел я думаю что у нас с колчанами все в полном порядке мы колчане стоя сами по себе пацаны сколько у меня меня полный конкурент полный колчан почти 16 стрел господи 16 стрел это хватит на 10 врагов минимум сколько мы врагов убьем за один заход так что у меня есть давай давай порядок у меня есть и да немножко еды но в принципе мы хлеба купим у меня есть антибиотики есть немного бинтов и она взял еще один бинт опять же они копейки стоят их в любой момент можно выкинуть почему ты не езж фамильную хрень там вроде если увеличить репутацию цены под которым скупают увеличивается по которым покупают падают окей услышал фамильную хрень надо использовать тогда я не хочу продавать через shift клик мне больше нравится перетаскивать изменяют чарли на зачарованных предметов цветок зачарования цветок зачарования он улучшает предмет у нас все равно денег нет нас хватает на этот цветок я просто перед походом думаю может мне топорик улучшить цветком зачаровывает выбранный предмет ваш все равно мы апгрейд никакой лучше не купим да и бинт пожалуйста благодарю вас использовать топорик урон огнем урон ядом и буду слушать как варлок играет в каменную чего-то там пока сам буду играть в red alert 3 я урода лир 3 это крутая вещь я помню в детстве в него рубались а стоп рада лир 3 нет рада лир 3 это не тот в котором мы в детстве играли в детстве мы играли в red alert 2 они 3 до 3 это тот которым вышел который вышел потом а мы играли во второй red alert именно точно 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 но третий насколько я знаю он на уровне с вторым я в него чуть-чуть играл совсем в компанию немного лук лучше у нас вроде неплохой лук охотничий у нас нормальный лук то есть это это не нубский не крестьянский лук я здесь детстве играл в прятки да не те времена мы уже прятки не застали уже все в детстве нет я в детстве еще в солдатиков играл было весело я все время пацаны у меня в самого детства была предрасположенность всякой стремной херни в том смысле что пока пацаны просто там моих солдатик и твоих солдатиков побьют тысяч тысяч то я вместо этого пытался придумать правило окей волки бьют лесу по моему или медведя кого не бьют лося стреляет сразу по самому дальнему волку по самому ближнему волку точнее я пытался придумать правило такой вот у этого солдатика там будет два здоровья а у этого солдатика будет три здоровья а танк он знаешь всех солдатиков убивает с одного удара и 5 со мной никто нахрен не дружил и травму волку на вешать о волк горит горение затраты на умения шанс неудачи восстановление времени способности затраты на заклинания урон огнем 5 вау окей мы сделали себе мега крутой топор до правильно я понимаю и волк подожди что вас много волки ждем кулдауна хуху легкая травма торса я ж мой торс сушами раз зря я прокачал кинжалы топоры работают отлично лучше пищи взял наверно все таки мы успеем пару раз выстрелить поэтому волка по этим волкам знаешь что надо было лук зачаровать лук такая бомбовая точность у лука точно надо прокачивать выстрел он подходит да мы успеем слушай у меня такое впечатление что очень очень зря я замутил вот эту фигню с кинжалами что я взял во вторую руку кинжал но так-то пофиг подумаешь мы потратили там шанс кровотечения высокий поешь хлеб вода боль боль что нас болью 27 процентов боль должна быть меньше чем 25 процентов опять город нет мы не будем так делать все после каждой стаи волков буду бежать в город то это блин очень долго будет с другой стороны лосиные рога причем нынче лосиные рога два лосиных мяса 150 лосиные рога ладно я предлагаю да я предлагаю все таки пойти в город потому что мы затарились очень хорошо я выкину бинты и мы должны еще уместить и лосиную шкуру тоже она большая ладно так окей хорошо тогда так я обещал что буду выкидывать бинты если это нужно будет 150 суши мы идем город сильно большую пачку волков завалили и до города то эти понты то здесь чего тут идти то вот вот он город уже сейчас будет здесь что думаешь об игре dead cells прошел бы ты ее вернее играл мы играли на канале там что где-то 20 серий мы записали когда еще не стримила записывал на youtube и слушаем целостно бомбовая игра одну один из топовых рогаликов что тут скажешь рогалик с лучшей боевкой на уровне с хейдесом я все еще сомневаюсь что мне больше нравится хейдес а стой стой надо пойти в на пойти использовать эту печать или кто чем смысл убивать волков шкуры то в этой игре знаешь как бабло тяжело добывается шкуры волков то очень круто у меня в этих сериях звука нет в сериях подать целцу звука нет хочет очень странно так вот это говоришь надо использовать использовать репутация с населением осбрука растет маншира растет слушай у нас такой вот сильный топор с уроном огнем и уроном ядом я думаю нам надо взять чит вместо кинжала да мы теряем скилл кинжаловый но нам очень интересно чтобы у нас все время удары наносились топором прям мега интересно в общем пока что я так делал сейчас я все парадам потом вернусь таверную сохранюсь игра очень тихая вот это вот вот здесь вот и эта игра тихая или до цел стихая я здесь могу сделать громче да вы хорошо что сказали что станша станшард слишком тихий тут музыки нету особо так подожди нет не ты мне нужно мне нужно приготовить оленину так две оленины йоу нет когда я говорил шкуры я имел ввиду олени и шкуры не то что вы товарищ подумали так кому продавать рога ты покупаешь рога за 90 ты покупаешь рога за 105 смотрим кожевник у меня такое впечатление что рога должен покупать этот что рога должен покупать даже не кожевник а лучник 90 до лучник наверно будет покупать рога но пока шкура шкуры точно этот чувак покупает лучше всех вот это сто процентов в этой игре есть музыка она только редко появляется вот ты должен рога покупать 90 значит рога идут торговцу да сейчас напомню наполним флягу купим бинты под бинты и выкинула не замуж здесь я то вернусь бинты там все еще будут на месте а может и нет кто их знает бинты тогда ты пойма и рога что есть антитоксин серебряное кольцо рис регенерации здоровья эффективность улечения мне понравились свитки зачарования трактат в мечах гемантический трактат медная цепочка у нас есть 475 мы кстати можем перчатки на эти деньги купить которые только что потратили если ценность то либо трактирщик либо торгаш всем подряд смысле смотри по названию предметов смотри по названию предметов не знаю что имеешь ввиду так то очищение бинты опять же бинты стоят копейки почему бы их и не покупать также как и шины господи 15 если что просто выбрасываем всякий хлам и на эти деньги я куплю 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 перчатки на железные на не хватит но ким будь хватит под названием окей либо трактирщик либо торговец так под названием а еда медикамент все понял 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 то есть еду это будет трактирщик покупать так далее тому подобное ясно ну а кстати не топовый топорик был куплен но этот стоит косарь ладно плевать перчатки нужны перчатки косарь тогда сюда я просто не вижу смысла эти деньги копить особенно учитывая что мы на сложный квест идем на относительно сложный квест и это наверно последний квест в этой локации 500 нужно на перчатки шинные наручи можно купить кожаный за 79 лучше чем ничего но я бы хотел защиты наверное у нас есть уже пояс защитой нас хреновый плащ о нам надо починиться да на деньги что идут на ремонт короче квест регенерируется а да но она у нас какой-то пройдется квест большой квест так сейчас подожди да хорошо что я хорошо что я деньги не потратил потому что они все на ремонт ушли очень хорошо что не потратил и тогда мы ничего не покупаем все у нас все есть еда есть вода лягу наполнить сохранится и идем на квест и теперь не возвращаемся даже если убью убьем 50 тысяч волков большой квест прийти в маншер понял так надо спать до утра опять оленина три дня хлеб пять дней но выгоняли не нужно она вообще выгоднее было бы съесть хвойник то обожрались как колечко по прочности она ничего не дает у него нет эффекта у этого кольца точно ничего не забыли бинты есть шины есть хилки есть вроде нормально да вроде пойдет поехали так снова примерно тот же путь туда идем нам до конца карты налево потом вверх сюжет не подвезли пока что ну во первых насколько я слышал на следующей неделе будет патч поэтому может быть подвезут сюжет оп стоп лук у нас со стрелами 12 стрел а бинты остались лежать но как бы нет смысла их не брать их сюда можно выкинуть хотя шансы что нам понадобится столько бинтов небольшие но мало ли чего я вижу волков мы все равно не сможем их обойти то есть как бы не хотелось я не хочу драться с волками но типа меня вроде никто не спрашивает да и волк твой ты че тупишь я твоего брата тут расстрелял поэтому лучше перебреть чем не добдеть о да в этой игре это точно уже как хорошо что мы пошли на билд через лук я не представляю как все эти пачки волков бы выносились без лука просто не могу себя вообразить какая какое развлечение было бы прямое попадание шкура вепря больше грибов больше хвойников пачки волком кинжалом без дамага окей кинжалом без дамага все своими кинжалами знаешь что я эту шкуру сразу выкидываю шансы того что мы долго с собой проносим минимально восемь стрел окей стрелы надо было купить каюсь был не прав немного воды магом разваливаются в лед я понимаю что мой билд не единственный не самый лучший конечно но у нас значит мне не стоит тратить стрелы зря я вот этим занимаюсь у нас самого начала не было проблем в принципе то есть у нас сложности возникли но только когда мы с медведем решили подраться но с медведем это не совсем считается потому что я знал что с ним не надо драться тем не менее я устрела на шару все проблема решена олень прости мне нужно мне нужен опыт указали не три опыта зале не дают честно можно можно было нет не трогать оленя оп их обои крит на 59 кто ты такой браконьер мы ему пропали попали прямо в ногу джедайская перестрелка он не один у него есть друзья мятежник а у него рывок есть так внимание еще один выстрел и все переключаемся и мы должны него первый рывок сделать то есть шаг сюда он подходит и еще шаг ждем теперь рывок красота и зря я качнул кинжалы не надо было надо было фокусироваться дальше на топорах оленяя шкура 50 не смеши меня прицели 9 литров охоты в три лица это больно никому не посоветую 9 литров по три литра на человека суши ну ты этот тут и 2 но вы даете товарищ начальник но это многовато 3 литра я улыбнулась у него с моей стрелы подожди у жирный лось господи окей пока мы охотились на лося мы нашли еще пару чуваков слушай не знаю правильно ли я делаю что с ними перестреливаюсь наверное лучников я бы лучше убил в рукопашную но с другой стороны я взял неправильное решение их точно было убивать в рукопашную потому что они с короткими луками какие-то прокаченные бракаринеры у них прицеливание действует два хода и план б щит и сближение пошел да вот тяжелая травма ноги вот постреляюсь вот этим закусить дверобоем надо прятки тарики с аншар не рогалика рпг ну да только вну он такой с элементами что ли рогалика потому что ну типа рассчитано на то что ты будешь растартовать несколько раз все таки о это тот самый лось из-за которого все началось где он 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 стой козел прошел уже квест нет мы до него только идем третий час идем до квеста да у лося все еще мои стрелы я это лось не козел даже если это лось а не козел то тот кто уносит мои стрелы автоматически становится да и вот такая судьба его ждет но слушай лось молодец я ничего не могу сказать он сыграл отличную партию подожди подожди это не лось ты ответишь за преступление своего брата нет не хватает дальности прости олень но твоему брату лосью не нужно было нарываться сколько грибов дайте до квеста это чат уже сам по себе квест все лось выжил лось мужик это не мужики это волки о господи и жажда и голод процент я не переключил оружие окей один момент я у волки вы явно не на той дороге стоит неужели вас не предупредили что буду идти на квест я я не знаю ешь ешь грибы просто объешься этими грибами все грибы съесть голод 16 процентов что грибы не очень голод утоляют как-то лучше иди хп и хилок потратишь больше йоу легалас во властелине колец он потратил хоть одну хилку за весь забег нет потому что он мастер лучник легаласу не нужно тратить хилки ни один орк не может до него дойти я не читаю что написано на этой траве я просто буду ее всю есть лось моя моя разборка не с тобой живи живи слушая так сказать хороший тактика если идешь по лесу просто ешь всю траву какая нибудь будет полезно гарантировано слушай где мы идем а все правильно через поле и дальше будет квест в лесу может стоять капкан легалас за все три фильма властелин колец хоть раз в капкан наступил нет все почему потому что он мастер лучник окей это похоже на кладбище кладбище звучит как не очень хорошая вечеринка что мне подсказывает что есть тут будут скелеты и зомби то мои стрелы будут так себе обычно в рпг стрелы против скелетов не эффективны проверим обращенный мучитель вампир алый ковенант использует кровопускание кровотечение накладывает хорошо что у нас запас бинтов удар цепью оглушает и ошеломляет отбрасывает это такое же обращенный жертва у этого обезумевшего от страданий культиста осталось лишь одно желание погибнуть во имя и высшей цели ну пришел по адресу после смерти активирует эффект кровавая клятва на десять ходов всем вампирам обращенным на соседних клетках похищение жизни эффективность лечения добровольная жертва активирует эффект на десять ходов каждый раз когда кастер теряет здоровье аналогичное количество здоровья восстанавливается всем союзникам его за невидимости вау активные перезарядки уменьшаются на один ход короче этого чувака убивать последним и обращенный мучитель то же самое что с цепью мы не можем успеть сделать выстрел что он подойдет на следующий ход но есть ли у них устойчивость к травмам нет легкая травма руки сонка стонул вампирическая кровь восполняет шесть процентов запаса здоровья двенадцать процентов запаса энергии каждый ход они жирно ли друг сколько у тебя хп сорок восемь процентов после двух моих мощных ударов окей одиннадцать процентов я не буду на него скилл тратить мы его просто добьем мы его не добили я не буду на него скилл тратить мы его просто добьем так это жертва пришла да но третий чувак по моему не настроен атаковать вообще он на себя кастанул жертву но у него травма руки поэтому я у и по моему на вампиром учителя не кастанулся мы успеем сделать пару выстрелов переключаемся на лук выстрел отлично он все еще стоит думает что ты думаешь я успею прицелиться раз ты дума папа папа что за херня привети мэрион автобиографию читаешь нет у легалайса волшебный качат колтян бесконечными стрелами что я не помню такого пока я только недавно книгу перечитывал так кровавая клятва похищение жизни эффективность лечения гибельный крик дальность 6 издает крик наносящий 7 псионического урона 75 процентов ошеломления замешательства на 4 хода хера обращенные женщины не редкость ну может хоть девушку найду себе однако многие из них не выдерживают трансформации исходят с ума обращаются в обезумевших фурий фури вы сказали фури убийца логика подсказывает что это кастер ее надо убивать первых или мне вообще надо свалить отсюда мне все равно как-то как-то надо их убивать а как останет вот этот крик и в принципе на нас забьет да мы можем взять выстрел мы не можем взять выстрел нам нужно двигаться мы выстрелим он подойдет мы нам нужно быть переключаться если мы будем переключаться то нам стоит двигаться в сторону предвестницы я думаю блин у нее каст такой жесткий сколько тут кулдаун 7 а у него по любому надо попытаться убить каст кастера первым если получится ошеломление ментальный сопротивление отбрасыванию сопротивление оглушению сопротивление псионники шанс неудачи хуже если выйти за тобой только один вампир пойдет это багаюз и она сейчас подойдет на следующий ход крит мы кританули у него 35 процентов окей тогда добиваем этого чувака у него травма головы просто казни его лол чего у него 10 процентов отлично и теперь травму ей травма ес травма руки легкая и кровотечение у боевой тесак слушай надо идти наверх в принципе броня держит хорошо что мы купили кайф хорошо что мы взяли щит мне кажется что кинжал бы здесь не зашел у боевой тесаке говно дешевая и отдых как у нас хп ну чуть-чуть руку покоцали не более того подожди оленина три дня хлеб четыре дня но нам оленину мы можем ее съесть чтобы голод нет не задолбал на следующую локацию переходит мобби в радиусе трех клеток вот виталики мы вчера отлично погуляли поход вчера кино очень-очень хорошо прошел лук переключись на лук ты кто обращенный изгой то что новое изгоями становятся те культисты чье тело не смогло принять дар в полной мере обезумев они влачат жалкое существование в роли боевых животных кровавое безумие жертвует пять процентов здоровья активирует эффект плюс три с процент к урону это вампирическая кровь то понятно и мы успеем по нему один раз выстрелить да да ну травмы они ловят так же как и все поэтому мне вообще как-то пофиг легкая травма ноги и сразу казнь пока он там кастует травму на вторую ногу и тупо добиваем водички лук пошли вперед даже наверх смысла выходить нет все они у нас у нас полное здоровье практически а чекать на ловушке точно сначала полностью зачищаем все открытое потом уже будем разбивать тут вазы и все остальное активнее алтарь с черепами алтарь с черепами алтарь с черепами нечестивое благословление а вильзевол повелитель мы я отдаю тебе свою душу я стал культистом новая опция заварла коины рассказать рецепт я и так его расскажу бесплатно даже коины тратить не надо только я ничего не готовил я сегодня закупился макаронами и кашей потому что ничего не успел приготовить и вроде все зачищено саркофаги в них я так понимаю только кости будут ни хера мраморный медведь не только кости еще и мраморные медведи тихо мирно спокойно Труп на ловушке Не попадаем Так, одну секунду О, слушай, надо было Его на ловушку заманить Ну ладно Так, делаем выстрел Он сюда подходит Снайпер Горит ох как мне нравится эффект горения затраты на умение плюс сто процентов шанс неудачи 50 это просто жесть так ловушку сайна надо обойти она начала почитать какой шанс обезвреживания да ценность медведь но моего торговцев парим 150 4 монеты 2 монеты и тазовые кости добрый день обращенный флагеллянт боль лучшее доказательство преданности флагеллянты неустанно истязают себя в надежде на благословение своего бога идиоты обла просто алтарь активировать вначале все благословление плетью боевой раш активирует оставление болью короче чем больше него боль тем сильнее он становится как тебе такая боль как те крик на 59 легкая травма ноги друг а легкая травма головы скажешь по этому поводу понравилось говорит может с удара убить флагеллянт что он не показался очень опасным честно тебе скажу ваще не показался так окей сначала стать стать не двигаясь здесь мы были здесь мы были сейчас два прохода вниз и прямо потому что сначала заперто здравствуйте крит травма руки травма ноги с одного удара и кровотечения это спуск не значит вот сюда еще да такое впечатление что все скелеты недавно в психушке были какие-то нервные все флагеллянты изгои у меня никто не любит я изгой сашенька не верим ты самый прекрасный у меня спасибо мама можно я пойду на собрание культа иди сашенька иди не забудь одеть шапку ловушка может быть сразу после двери надо быть осторожней так что у нас тут жажда 13 процентов можно хлебнуть почему нет после слитых заход ходов возле каждого прохода прожимаю ну правда правда прожимать то да но ничего не стоит поэтому почему нет тишина тишина ооо это не тишина это проход чекаем простите что эзагонот резвый дааааа меня так тоже называли в школе когда я бежал чтоб меня не избили старшие богоотступники это бывшие священники сонма сведенные с ума апокалиптическими видениями своего нового покровителя вот нехер много новостей про коронавирус слушать а сто станешь эзагонтом резвым именно они определяют кто из культистов достоин следующего дара ну да я думал это лейтенант милиции определяет кто достоин следующего дара кровопускание так вот понятно кровотечение метка пиршества эффект на 30 ходов снижает уклонение увеличивает получаемый урон ну хорошо что мы со счетом пришли а не с кинжалом слабость уменьшает запас здоровья стойкость цели оооо это плохо или это на нем проклятие слабости подожди нет это активно высасывание жизни наносит нечестивый урон похищая эквивалентное количество здоровья да удар мне не нравится больше всего ну как бы как ты восстановишь стрелять мы можем выстрелить один раз успеть мы не можем выстрелить да он типа за углом короче начнем с травмы сразу пожалуйста травму очень сложно травму кидать на боссов вообще надо было мне отойти чтобы возле выхода стоять ну окей травма руки отлично проклятие запас здоровья снижен шанс неудачи урон снижен на 15 процентов хера себе мы ему сделали травму руки у него точность на 10 процентов точно снижена это очень хорошо 59 хп у него сейчас вторая травма давай еще одну травму ну у нас героизм вторая травма не прокатила боль получаем урон плюс 10 процентов мы можем фигануть что-нибудь типа травяного экстракта то стоит ли в бою на этот 8 тратить что-то как-то не кажется по моему это плохая идея лучше бить всегда есть шанс нанести еще одну травму даже обычным ударом правильно 26 хп у него 1 процент здоровья просто убиал ол ну 0 проблем окей ну здесь дверь то есть никто не слышал что мы тут дрались по идее все по идее мы закончили можно спокойно у него отдыхать в офисе с него ничего не упала не интересно я умы почти лава лапнулись это и все 96 крон и аметист я понимаю что я зажрался но за друг так себе трактат о мечах да прикольно да мы с мечами не могли пользоваться о бринский вермут моя любимая кто тебе рога поставил рюкзак не рога а трофей напоминают меня всех моих приключениях что один бинт выкидываем считаю все перетасовал так толку никакого как будто вдруг никакой но опыта за него много дали да так смотри и полечись заболела полечись все полностью и мы отдыхаем более более 50 процентов нам придется хавать более мы задолбаемся ждать пока что достаточно быстро проходит до 20 ниже 25 дождемся и все продать за 50 монеток книжку да да по-моему мы уже определили что книги недорого продается на 50 монет за два слота это немало это нормально это не катастрофа так все со стрелами тела 9 так поехали топ кто а флагелент сбежал натяжка подходит выстрел подходит тяжко подходит я дурак а подожди да он прямо сейчас пойдет короче надо менять пушку топоры работают отлично травмы решают каждая травма это снижение эффективности противника да может быть топоры это не самый домашний билд но здесь шанс уклонения минус 10 процентов здесь там боль плюс 20 процентов стойкость уменьшается мне кажется что травма хорошая штука 26 процентов боль можно какой смысл мне идти не полечившись куда торопиться то мы не спешим у нас еды запас отличный просто замечательный теперь к нам не требуется вот кстати еда съесть можно сразу выпить маг вампир который еще жестче чем босс так подождите никто не говорил что будут маги вампиры которые жестче чем босс я протестую я требую магов вампиров которые менее жесткий чем босс нужно стоит разбивать все эти хреновины о кто здесь флагеллянт не страшно боевой раз крит и повышаются с боевым раз окей закрыт прилетел это крик прилетел крик меня не устраивает немного мази на торс пожалуйста медитируй в коридоре плохая идея было медитировать в коридоре оказывается если что так на будущее в коридорах медитировать это не самый лучший план план так себе зато окей мне очень нравится восприятие урон оружие дальнего боя шанс попадания шанс крыта скрытность обзор дальность до сила это наш урон ну блин то что мы всегда попадаем это усиливает наш лук я хочу восприятие до 18 докачать потом навыки мы взяли кинжал и вторым навыкам типа можно вовхенд взять кинжал и использовать вот вот это что-нибудь если тут что-то такое чтобы я хотел действительно вовхенд взять сейчас щитом ходим и вроде бы получше будет удар с бонусом к урону крита урон выжигает энергию когда не очень интересно стрельба дальнобойный выстрел а вот этому все смотрели он не получает бонусов на точность вот эту а подожди можно можно сделать прицеливание а потом сразу дальнобойный выстрел да это же активный отступы отступление на расстоянии до двух клеток топоры что у нас есть веселого для топоров у нас есть вот резня это активный примет ты его активируешь получать пассивный бонус на шесть ходов крит кровотечение дополнительно продлевает длительность эффекта ну слушай давай потестим резню у нас энергия не кончается будем тестить резню ее на пятерку мне казалось что лучше брать побольше активных эффектов но например мы взяли кинжал и толку не очень много было дальнобойный выстрел тоже выглядит интересно ничего не могу сказать но лук не основной фокус этого билда все таки убиваем мы топорами а не луком в большинстве случаев правильно стреляю в них сколько стрел осталось 7 стрел лучника пассивка хорошая вот это ну даже не знаю 7 шанс у крита посередине подавление вот это ну да ну до нее чтобы добраться на всю ветку прокачать до третья но все равно я не буду в наверно ветку прокачивать до такой степени оу здравствуйте обращенный мучитель не знал что здесь вы простите слушая на резню требуется ход на активацию да на резню на активацию требуется ход я надо аккуратно использовать есть собираешься использовать то нужно быть готовым что нужно быть готовым что ты отход потратишь нечестивое благословление резня тоже пощипка считай не совсем на ее активацию нужен ход а ход на резню это ход который мы не делаем выстрел то есть да и даст ли нам резня в итоге за бой с обычным противником там 25 26 урона который делает выстрел не знаю но можно подгадывать так чтобы чтобы успевать резню активировать вот сейчас мы не успеваем резню сделать мы переключаемся все то есть если активировать резню мы потратим ход лучше этот ход потратить на удар потому что мы тем быстрее мы сделаем травмы чем быстрее продамажим тем меньше получим в обратку наверное надо было либо резню брать либо лук но опять же первый персонаж кто весь никого по одной монетки по одной монетки сюда и все что ли это был весь квест и вот это была сложность высокая а ну да что мы вообще дропа никакого не получили ну ладно боевые тисаки тогда чек не рассудок 58 процентов при рассудке ниже 50 процентов персонажи развиваются негативные психические состояния рука понял не стоит слишком много смотреть телевизор до рассудок будет минус 50 процентов награда будет хорошая а надеялся тут выбить какой-нибудь магический топор а вот тут мы еще не разбили а дал так дает минус 25 процентов окей все использовать много алтарей будут беды с башкой чечевичная похлебка регене 3 в 1 сутка а а а переход